Привет всем, меня зовут Карецкий Сергей и это The Fakty. Существование близнецов это уже само по себе чудо, но если эти близнецы еще и медиумы, телепаты, трансгендеры или родились с разницей в 4 месяца, это уже какая-то фантастика. И именно про такие фантастические случаи пойдет речь в этом видео. Усаживайтесь поудобнее и погнали! В известных медицине случаях чаще всего сращение сиамских близнецов происходит в области туловища. Что же касается сестер Максина, девочки появились на свет с отчасти с рощамися костями черепа в области лица. Поначалу врачи не давали малышкам никаких шансов. Позже их мнение несколько изменилось и все же доктора были уверены, что необычные малышки едва ли доживут до 10 лет. Сегодня девочкам уже по 13 и помимо врожденной особенности, другие проблемы со здоровьем их не беспокоят. Несмотря на сложность случая, Джой и Джойс врачи считают, что имеются шансы разделить необычных близняшек. В настоящее время мама девочек старается собрать нужную сумму для операции и не теряет надежду, что все пройдет хорошо и ее дочери смогут получить шанс на полноценную самостоятельную жизнь. Если вы любите документальные фильмы и случаи, основанные на реальных событиях, тогда канал «На реальных событиях» именно для вас. Здесь вы найдете случаи на любой вкус и незаезженные истории, в основу которых легли реальные события. Бегите по ссылке в описании и подписывайтесь. Не пожалеете. Близнецы-медиумы Линда и Терри Джеймисон Линда и Терри Джеймисон, сестры-близнецы из США, утверждают, что предсказали теракт 11 сентября за два года до того, как он произошел. В качестве доказательства они предоставляют аудиозапись предсказания от 2 ноября 1999 года. Также близнецы Джеймисон предсказали, что Джон Кеннеди-младший погибнет в авиакатастрофе. Но прогнозы сестер не всегда оказываются верны. В декабре 2003 года они ошибочно предсказали, что Саддам Хусейн будет убит американскими войсками, а папа Иоанн Павел II умрет в июне 2004 года. Джун и Дженнифер выросли в Британии. Сестрам было сложно общаться со сверстниками из-за дефектов речи. К тому же они были единственными темнокожими детьми в школе. Речь близнецов стала совершенно непонятной для посторонних, зато друг друга они понимали с полуслова. Девочки любили писать и стали авторами нескольких романов. Потом они совершили ряд мелких преступлений и оказались в психиатрической больнице, где за 14 лет потеряли интерес к писательству. Девочки договорились, что если одна из них умрет, другая начнет говорить и жить нормальной жизнью. В больнице они решили, что умереть одной из них действительно необходимо. Дженнифер согласилась стать жертвой и после выписки умерла от внезапной остановки сердца в 30 лет. Причина инфаркта неизвестна. Джун обрела способность говорить с другими людьми и задумалась о возобновлении писательской карьеры. Лори и Джой Шаппелл Сестры Лори и Дори, вторая впоследствии сменила имя, родились в США в 1961 году. Несмотря на то, что близнецы всю жизнь соединены головами, одна из них может передвигаться только с помощью специального кресла. Они смогли прийти к компромиссу и жить независимо друг от друга, насколько это возможно. Почти сразу после рождения от девочек отказались родители и долгое время им пришлось жить в интернате. В 24 года Лори через суд добилась права отправиться в колледж. В 2007 году Дори, к тому времени ставшая известной кантри-исполницей с псевдонимом Рэба, объявила, что считает себя мужчиной, запертой в женском теле, и попросила отныне называть себя Джорджем. Лори занималась своей жизнью, встречалась с парнем, была какое-то время помолвлена, профессионально играла в боулинг и получила за это несколько наград. Близнецы выросли с диаметрально противоположными характерами, из-за этого они часто спорят в бытовых мелочах. Впрочем, это вовсе не значит, что им чуждо взаимопонимание. Джордж уже долгое время является прихожанином Баптистской церкви. И Лори, имеющая другое вероисповедание, с готовностью помогает брату ходить на службу. Паула Бернштейн и Элиза Шейн – сестры-близнецы. В 1968 году новорожденные девочки были разлучены во имя науки. Паула и Элиза стали объектами социального эксперимента, целью которого было выявление разницы между человеческой природой и воспитанием. Близняшки росли в примерно одинаковых условиях, но не подозревали о существовании друг друга. Они обе жили в Нью-Йорке, обе выучились на журналистов и даже выбрали одинаковый факультет в колледже. Но после смерти своей приемной матери Элиза решила исследовать свое прошлое. Она узнала, что ее биологическая мать не хочет иметь с ней ничего общего, а еще что у нее есть сестра-близнец. Спустя почти 40 лет Паула и Элиза нашли друг друга. Организовал эксперимент детский психиатр Питер Ной Бауэр, изучавший влияние генетики и воспитание на личность человека. Приемным родителям девочек ничего не сообщили о сути эксперимента, однако о его проведении они знали. Ной Бауэр готовился к тому, что его будут расспрашивать об эксперименте, поэтому подготовил все бумаги и запер их в архивном шкафу. Исследование так и не было опубликовано. Сестры решили рассказать о жестком эксперименте, объектами которого были. Вместе они написали книгу. Паула и Элиза даже разыскали того психиатра, который запустил эксперимент. Как они сказали, он не высказал и капли раскаяния. Но все же, несмотря на печаль о годах, проведенных в разлуке, Паула и Элиза счастливы, что нашли друг друга. Близняшки Эми и Кэти из Великобритании родились вопреки всем законам природы. На 4 месяца раньше у женщины начались сильные схватки, в результате которых на свет появилась Эми. После рождения первой девочки схватки у Марии прекратились, что врачи назвали настоящим медицинским чудом. Эми, которой было всего 26 недель, выжила, а спустя 87 дней в этот мир пришла ее сестра Кэти. И этот период назвали самым большим перерывом в рождении двойняшек. Через год Эми догнала Кэти в развитии. Несмотря на то, что девочки являются близнецами, семья празднует день рождения каждой из них по отдельности. По словам врачей, родить близнецов с такой большой разницей все равно, что сорвать куш в казино. Шансы на выживание младенцев в таких случаях обычно стремятся к нулю. Но Мария не собиралась опускать руки и всем сердцем верила в чудо, которое в конечном итоге и произошло. И в качестве бонуса в южной индийской деревне Кандинхи с населением приблизительно 2000 человек ежегодно рождается 15 пар близнецов. Это в 6 раз больше, чем по среднестатистическим мировым показателям. В Кандинхи сейчас живут по меньшей мере 204 пары близнецов. Между тем, в Индии один из самых низких уровней рождаемости близнецов в мире. Здесь на каждую тысячу новорожденных мальчиков и девочек непременно приходится 45 близнецов. Исследователи пока не могут разгадать этот феномен. На этом у меня все. Надеюсь, видео пришлось вам по душе. Если это так, наградите его лайком, а канал подпиской. Обязательно пишите в комментариях, какой случай удивил вас больше всего. Будет интересно почитать. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok